За пару недель до новогодних каникул руководство Харцизской школы искусств инициировало проведение музыкального фестиваля конкурса «Новые имена». Основная цель этого смотра – дать возможность начинающим музыкантам региона продемонстрировать свои творческие достижения. На концерте побывала и наша съемочная группа. Вот уже восьмой год подряд в стенах Харцизской школы искусств проводится фестиваль-конкурс «Новые имена». За последние пару лет количество желающих принять в нем участие заметно выросло. Если в прошлом году на фестивале выступило около полутора сотен конкурсантов, то в нынешнем заявки подали уже более 250 начинающих музыкантов. Помимо харцизян, а также постоянных участников конкурса – воспитанников Зугресской, Иловайской и Амросевской школы искусств – в программу концерта были включены также выступления юношей и девушек из Донецка и Кировского. Конкурс в этом году. Мы придумали такую номинацию «Ансамблевая игра». И ансамбли в двух номинациях. Малые ансамбли до четырех человек и свыше четырех и выше. То есть вот сейчас отыграла первая группа. Это ансамбли и оркестры большие. Большие коллективы. 15, 16, 17 человек. Очень хорошее исполнение. Нам сложно было оценить. Но скажу, значит, Гран-при получили у нас Духовой оркестр Харцизской школы искусств. Просто прекрасно сыграли ребята. Первое место получила Амросиевская школа искусств. Ансамбль народных инструментов. Тоже очень хорошо показали себя. Фестиваль проходил одновременно в двух концертных залах. В главном конкурсанты музицировали на рояле, флейте и скрипке. В малом же звучали народные инструменты. Конкурсная комиссия, оценивая технику солистов и сыгранность камерных ансамблей, обращала внимание также на артистизм музыкантов. Для того, чтобы музыкант состоялся, ему нужно выступать. Поэтому, чтобы в холостую наши преподаватели не работали, то есть выучили, сдали и все, это неинтересно. Дети должны выступать. И тогда у них потянется. Жажда будет выступления, жажда сцены. И таким образом и лауреаты появляются. Суперконцерт длился в общей сложности почти пять часов. По мнению преподавателей, большинству конкурсантов удалось справиться с волнением и продемонстрировать вполне зрелую игру. Музыка Музыка